Итак, в Ульяновске инвалиды остались без средств реабилитации. С начала года полномочия по их предоставлению перешли к фонду социального страхования. Однако первые контракты с поставщиками региональное отделение заключило лишь в мае. Чем обернулись сорванные сроки, расскажет Кристина Агафонова. За плечами Антона семь операций, но ходить самостоятельно он по-прежнему не может. В результате в непростой реабилитации помогают технические средства. Для ребенка с церебральным параличом они бесплатные, но за последние полгода из десятка наименований семья не получила ничего. Мы покупали тут тарап, приобретали, нам нужно было на послеоперационный период реабилитировать ребенка. То есть мы даже в них спали, одевали, чтобы мышцы наши соответствовали нужным стандартам, какие они должны были быть. Семье компенсировали лишь половину затрат, а чтобы претендовать, например, на бесплатное белье, пришлось вновь пройти полное обследование. Как можно экономить на наших детях? Я не знаю, вот так вот прям резко. Памперсы тоже, они выставляют компенсацию 13 рублей. Ну нет таких памперсов в городе. Памперсы стоят минимальный самый вот такого качества 35 рублей. Ну даже за 13, то нам как бы их не дают. Я не знаю, как быть дальше, я не знаю. До этого у нас как бы не было проблем. Мы как-то все регулярно получали от судзащиты, у нас не было. А в этом году у нас как бы катастрофическое положение. Мы вот как бы полгода прошло, и мы никак не можем ничего получить. Отказы получили детские дома, социальные учреждения. А в регионе более 4 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. С этого года средствами реабилитации их, как, впрочем, и взрослых, обеспечивает фонд социального страхования. Переходный период затянулся. Первые контракты с поставщиками оформили только в мае. Родители в негодовании, как дальше жить, потому что все, в общем-то, в кредитах для того, чтобы как-то поддерживать своих детей. Обеспечение ТСР по-прежнему не ведется. То есть вот сейчас начали выдавать только детские подгузники и начали давать направление на обувь. Обратите внимание, сейчас конец мая. То есть, соответственно, полгода чем занимался фонд социального страхования, я не знаю. Мы все равно раньше марта развозить не успели. Все равно требования этого дурацкого 44-го федерального закона таковы, что процедура 45 дней минимум. 11-го все вышли на работу, 11 января. Добавляем 45 дней, это самое 1 апреля. В виде исключения мы тут приняли решение сегодня. Мы выдадим всем подгузники с 1 апреля по 1 сентября. Инвайд филармарк, извините, мы, конечно, уже не сможем вернуться. Это совсем было давно. Первые в этом списке дети, их потребности должны закрыть до конца недели. Во взрослой категории вопросов оказалось гораздо больше, но задать их можно будет уже привычным для инвалидов адресатам. Система социальной защиты, которая есть, региональная сеть, она будет включена в том числе в систему работы с ФСС. Поэтому вы сможете получать консультации оперативно на всей территории региона. Удобно коммуницировать с нашими специалистами, будете коммуницировать с нашими специалистами, они будут вам, соответственно, пояснять какие-то вопросы с ФСС, изменится позиция, будет с ФСС работа выстроена. Пока фонд социального страхования вливается в рабочее русло, родители больных детей суммируют утекающий семейный бюджет. Ущемление прав собираются обжаловать вместе с прокуратурой. Кристина Гафонова, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск.